Попробовать себя в роли дайвера решится не каждый здоровый человек, ведь в этом деле главное сохранять спокойствие и быть уверенным в своих силах. И в своих возможностях эти люди точно не сомневаются. Они решительно настроены рискнуть и погрузиться первый раз в жизни с аквалангом. Я пробую это вообще первый раз, мне очень интересно это попробовать. Мне страшно, но мне хочется преодолеть свой страх. Но прежде чем надеть оборудование, необходимо пройти инструктаж. Опытные дайверы расскажут о технике и правилах погружения, как нужно дышать под водой и правильно обращаться со снаряжением. И только после такой расширенной лекции можно попробовать себя в новой роли. А вот Никита Ванков уже и не помнит точное количество своих погружений. С инвалидного кресла под воду с аквалангом он решил нырнуть несколько лет назад. Причем его первый опыт был не в безопасном бассейне, а в море. Впечатление не передать. Это чувство невесомости, чувство легкости. Я так свободен был. Я помню, что я до последнего не верил в то, что я погружусь, что я приду, пройду программу и меня погрузит. Я не верил в это. И когда я совершил первое погружение и всплыл, я сразу сказал, что это для меня и я буду этим заниматься. Дайвинга может заняться каждый, но как в любом виде спорта и активном отдыхе, есть ограничения по состоянию здоровья. Так заняться подводным погружением не смогут больные туберкулезом, бронхиальной астмой, лорзаболеваниями, имеющие черепно-мозговую травму, люди, у которых строен сердечный клапанный аппарат и беременные. А вот людям с инвалидностью он даже полезен. Помимо того, что развивается мышечная активность, подводное плавание с аквалангом – это мощное средство социальной реабилитации. Но здесь главное, уверяют профессионалы, нужно найти правильный подход к человеку и постараться узнать как можно больше информации о его недуге. Это беседы не 10 минут, это беседы даже не одного часа, поскольку эта категория людей достаточно закрыта для общения, раскрываются они не сразу и приходится достаточно долго с ними беседовать. Иногда, даже общаясь с человеком неделю, ты не узнаешь всех тех медицинских тонкостей и нюансов, которые у него существуют и которые категорически противопоказаны ему для дайвинга. Презентация парадайвинга была проведена в Сочи в рамках 11-х зимних паралимпийских игр. Сочинцы впервые смогли принять участие в таком мероприятии и познакомиться с новым и полезным досугом. А вот для многих представителей Всероссийского общества инвалидов это уже не новшество. Два года подряд летом они собираются в Анапе, а минувшей осенью там работал первый международный парадайфлагерь.